Всем привет! Меня зовут Настя, я участница проекта Summer. Я обычно записываю спидпейнты просто с музыкой на фоне. Но сегодня необычный день, и у меня просто бомбит. Я хочу обсудить с вами одну важную тему. За этот месяц, да и вообще вот всегда на русскоязычной части пони-ютуберов, происходит много ссор. Обычно это из-за того, что люди не могут поделить друзей. Это так странно вообще звучит, я вообще этого не понимаю. Люди просто обижаются на то, что им не делают подарки, или их лучший друг сделал какой-нибудь авус с другим своим другом, и на это тоже обижаются, и все ссорятся из-за этого. Я этого не понимаю, люди, что с вами не так. Давайте сначала разберемся. На ютубе очень популярен... на пони ютубе... очень популярен термин BFF. Это аббревиатура, которая шифровывается как Best Friend Forever. То есть, если дословно, с английского это переводится как лучший друг навсегда. Мне кажется, сейчас это стало мейнстримом из-за MLP Letts и ее подруги Лизы. Всем нравятся их отношения, всем нравится тот факт, что их все шипперят им, делают подарки, видео, рисунки и тому подобное. И все, видимо, хотят так же. Я не думаю, что это плохо. Как бы ничего плохого в этом нет у меня тоже. У моего персонажа тоже есть своя пара. И ничего плохого в этом нет. Но согласитесь, что сейчас очень много людей прям просто жаждут найти своего BFF. И в каждом видео, я думаю, вам тоже часто пишут «Ой, ты так красиво монтируешь или рисуешь, давай будем BFF!» Типа, люди, мы даже не знакомы. Почему мы должны быть лучшими друзьями? Или же вот просто в ВКонтакте или в других социальных сетях там человек написал тебе, и минут через 10 он пишет тебе, какой ты лучший друг, и что вообще ты богиня и лучших друзей никогда не было. Люди так дружба не работает. Чтобы стать реальными, лучшими друзьями, нужно узнать человека, пройти через многое вместе с ним. На это порой уходит несколько месяцев, а то и лет. А вы хотите завести себе самого лучшего друга, который готов ради вас на всё за 5 минут? Это смешно звучит. Вы когда-нибудь в жизни видели, что люди просто встречаются 5 минут, поговорили? Всё. Мы лучшие друзья. Такого не бывает. Некоторые, конечно, люди заводят себе таких лучших друзей как можно больше ради халявы. В надежде получить халявные видео, халявные рисунки, и это довольно мерзко. В общем, ребят, называйте людей своими лучшими друзьями осознанно. Когда вы уже очень долго дружите, когда вы знаете друг друга, через многое прошли, и действительно друг друга любите. Для того, чтобы стать лучшими друзьями, просто коммент «Давай станем лучшими друзьями», и 10 минут общения недостаточно. Не навязывайтесь никому за своим «Давай будем BFF». лучший друг, он найдётся сам. Вы не будете просить его стать вашим лучшим другом. И ещё одна вещь, которую я бы хотела сказать. Очень часто, если кто-то поссорил со своим лучшим другом, и ему плохо, он оповещает об этом весь мир, как ему плохо. Я вот не понимаю, зачем вы это делаете. Это ваше личное дело. Никому это не нужно. Если вам хочется высказаться кому-то, то, я думаю, у вас есть как бы один, два, три друга, которым вы можете написать. Зачем оповещать об этом весь мир? Я этого не понимаю. Всё вышесказанное – это моё личное мнение. Если вы не согласны с ним, то я вам не навязываю. Но я знаю, что эта тема очень близка многим, и очень многие люди согласны с тем, что я сегодня сказала. Надеюсь, этот ролик хоть как-то исправит всю ситуацию на русскоязычном пони ютубе. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи, пока!